Девушки отдыхают Иисус сказал нам молиться, «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе». Это важная часть нашей молитвенной жизни. Мы молимся за других. Он говорил о небе и земле. Через нашу молитву мы должны использовать свое положение у Бога и власть на земле, чтобы становиться в проломе между небом и землей, побуждая Его Царство прийти через нашу молитву. Мы высвобождаем Духа Святого. Библия говорит, что Царство Божие находится в Духе Святом. Послание к римлянам. 14 глава, 17 стих. Итак, Царство Божие находится в Духе Святом. И когда мы молимся, «Да придет Царствие Твое на землю», мы говорим о том, чтобы высвободить силу Духа Святого на земле. Царство Божие — это праведность, мир, радость и все благословения в Духе Святом. Мы молимся об этом в жизнях людей, в различных ситуациях. Царство Божие уже установлено и функционирует в Духе Святом. Все эти реалии уже работают на небе. А наша задача состоит в том, чтобы встать в пролом и стать проводником между небом и землей. Через наш завет с Богом мы имеем доступ к небу. Дух Святой в нас. Через свою молитву мы можем просить о том, чтобы Царство Божие и воля Божия с небес высвобождались на земле. Именно в этом смысл нашей молитвы. В некотором смысле есть пролом, разрыв между небом и землей. На небе воля Божия исполняется в совершенстве, а на земле действует царство тьмы. Между ними разрыв. Часто люди на земле не могут преодолеть этот разрыв. Они не могут получить что-то от Бога. Но мы можем встать в этот разрыв в наших молитвах, принять силу Духа Святого и Царство Небес, чтобы потом высвободить ее через наши молитвы на земле, в наших ситуациях. Вот как мы молимся, мы стоим в проломе между небом и землей, побуждая Его Царство прийти на землю в той же мере, что и на небе. Мы приносим то, что уже есть на небе, в жизни людей и в ситуации на земле. Мы можем быть эффективными в молитве. Мне нравится стих книги Иезекииля, 22 глава, 30 и 31 стихи. Бог говорит, «Искал я у них человека, который стал бы предо мною в проломе». Что это за пролом? Он говорит, «стал бы предо мною в проломе за эту землю». Это пролом или разрыв между Богом, Небес и землей. Есть разрыв из-за греха, в первую очередь. Это означает, что земля отрезана от Божьего присутствия, и если ничего не будет сделано, то земля окажется под судом Божьим. Именно об этом и говорится дальше. «Стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». «Итак, и залью на них негодование мое». Мы видим, что земля отделена от Бога. Бог ищет кого-то, человека. А почему человека? Это должен быть кто-то, кто сможет стать проводником. Он может отождествить себя с землей, но также обладает властью и может представлять царство Божие. Он может объединить первое и второе. Именно это и называется ходатайством. Ходатайство — это когда мы становимся в пролом за ситуацию или людей, которые не могут сами получить что-то от Бога. Мы стоим в проломе и молимся, используя силу царства Божьего на земле. Именно этого желает Бог. «Станьте в пролом предо мною». Иными словами, мы приходим в Божьи дворы, но мы делаем это от имени земли. Мы приходим к Богу и получаем у Бога от имени земли. Можно сказать, что мы — канал, который получает благословения Божьи для земли, но мы должны стоять в проломе. Слава Богу! И так есть пролом между небом и землей, между Богом и грешником. Так же он есть и между верующим, который не знает, как приходить к Богу. Мы используем свои отношения в Завете. И благодаря им мы приносим Божие присутствие на землю, помогая другим. Кроме того, мы защищаем их от того, что ожидало бы их. В противном случае Иисус ходатайствовал за нас на кресте. Он ходатайствовал за грешников. Мы были отделены от Бога, но Иисус через Его дела на кресте стал ходатаем за нас. Он стал в этом проломе, принял на Себя гнев Божий, воссоединив нас с благословениями и присутствием Божиим. Аллилуйя! Мы увидели, что Царство Божие находится в Духе Святом. Все реалии Царства Божьего, которые уже есть на небе, находятся в Духе Святом. И мы молимся о том, чтобы Царство Божие пришло на землю так же, как на небе. Но это нужно делать посредством Духа Святого. Царство Божие находится в Духе. Дух должен приносить эти вещи в ситуации на земле. И это говорит нам о той важной вещи, на которой я хочу сконцентрироваться сегодня. Дух Божий должен участвовать в наших молитвах ходатайствования. Ведь в противном случае они будут просто бесполезны. Если мы не взываем и не молимся в Духе Святом, то мы не готовы к тому, чтобы нести Царство Божие на землю. Ведь это Царство в Духе. Мы должны пригласить Духа Святого в нашу молитвенную жизнь. Мы должны полагаться на Духа Святого. Мы должны сотрудничать с Духом Святым в нашей молитве. Именно об этом я и хочу поговорить. О нашей потребности в Духе Святом в молитве. Это особенно актуально, когда мы молимся за других, ходатайствуем. Мы не знаем, как лучше всего молиться за других. Нам нужен Дух Святой. Он знает их. Он знает, в чем они нуждаются. Он знает совершенную волю Божию для них. Молитва без Духа Святого приносит множество проблем и мало хороших результатов. Я хочу рассказать вам историю об этом. Был один молодой человек по имени Грешник. Он получил от своего отца прекрасную машину спасения. Она была новой, радовала ему сердце. Это был подарок. Он ходил вокруг нее со словами «Я не сделал ничего, чтобы заслужить ее. Я мог работать много лет и никогда бы не заработал на такую машину». Он так и обрадовался, что изменил свое имя с Грешника на Спасенного. Он полировал свою машину каждый день, делал фото с ней, рассказывал о ней своим друзьям, восхищался тем, как она выглядит. Он рассказывал всем. Ее мне подарил отец. Это его подарок. Через несколько дней после этого его увидели на трассе. Он толкал свою новую машину. Помощник подошел к нему и спросил, «Почему ты толкаешь эту прекрасную машину?» На что он сказал, «Прекрасная машина, не так ли?» «Это подарок, который мне сделал отец. Если я дотолкаю ее до конца трассы, меня впустят в небесный город». Тогда помощник сказал, «Разве ты не устанешь, толкая ее весь день?» А Спасенный ответил, «Да, во многом жизнь была проще до того, как я получил машину спасения, особенно, когда приходится подниматься на агору. Но в итоге оно того стоит. Это чудесный подарок. Ради него не жалко уставать. Меньшее, что я могу сделать, это толкать ее». Я разучил пару приемов, которые помогают в этом. Бампер врезался мне в руки, и один эксперт подсказал мне установить отбойники. Теперь я могу толкать ее часами. Кроме того, я могу упереться в машину спиной, согнуть ноги и поднять ее. Это помогает в грязи. Но иногда я сомневаюсь в том, что дойду до конца, ведь это так тяжело. Тогда помощник сказал, «А в ней есть масло и бензин?» «Да». Когда отец дал ее мне, бак был полным. «Ну, я не знаю, для чего он». «Наверное, я узнаю, когда доберусь до конца трассы». Помощник сказал, «А ты читал инструкцию?» Спасенный ответил, «Не очень. Я был занят тем, что толкал ее». Тогда помощник сказал, «Давай сядем в нее». Я никогда не думал об этом. «Зачем?» «Она такая красивая снаружи». Я не думал о том, чтобы сесть внутрь. «Если я перестану толкать сейчас, то не доберусь до конца. Если я просто буду сидеть в машине, то никуда не доберусь». Но он так устал, что решил сесть и отдохнуть в машине. Помощник сел с ним и сказал ему повернуть ключ в замке. Отец дал ему ключи, но он не знал, что может использовать их. И вскоре они уже ехали по трассе со скоростью 100 км в час. Это было захватывающее. Спасенный сказал, «Откуда взялась эта сила?» Помощник ответил, «Она была в новом двигателе и бензине, но тебе нужно управлять ей, контролировать ее. Тебе не нужно толкать ее. У нее достаточно силы, чтобы ехать самой. Тебе лишь нужно довериться ее силе, сесть, повернуть ключ и позволить ей повезти тебя. Кстати, Отец послал меня помочь тебе. Следи за тем, чтобы твой бак был полон». Вот знаете, точно так же бывает и в нашей молитвенной жизни. Бог дал нам великий потенциал в молитве. Мы можем стать чудесными молитвенниками, но если мы будем пытаться молиться своими силами, это будет серьезной проблемой. На самом деле, Бог дал нам силу, чтобы молились. Он дал нам Духа Святого. Если мы научимся молиться в Духе, полагаться на Его силу, Он будет поддерживать нас в молитвах. Мы по-прежнему управляем тем, за что мы молимся, наши руки на руле. Но у нас есть чудесный помощник, есть сила внутри, которая заряжает наши молитвы. Но мы должны призывать помощь Духа Святого. Он может помочь нам в молитве. В послании к Ефесянам, 5 главе 18 стихе, сказано, «Исполняйтесь Духом постоянно». Это говорит нам о том, что исполнение Духом — это не какой-то особый опыт. Мы должны постоянно наполняться Духом Святым, получая от Него силу. Мы читаем в послании к Ефесянам, что плодом этого будут песни, благодарения и молитвы. Когда мы позволяем Духу Святому наполнить нас, Он будет помогать нам молиться. Это молитва в Духе. Мы должны понимать, что сами по себе мы слабы. Плоть слаба. Она не может исполнять волю Божью. Но у нас есть чудесный ресурс — Дух Святой. Если мы попросим у Него помощи, Он поможет нам в молитве и даст нам сил. Он сделает наши молитвы эффективными. А вот почему. В послании к Ефесянам, 6 главе 18 стихе, говорится, «Всякую молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом. Мы должны всегда молиться в Духе». Когда мы должны молиться? Всегда. А как нам молиться? Всякою молитвой. На самом деле, разные виды молитвы отображаются в молитве «Отче наш». Мы видим разные виды молитвы в этой молитве. «Отче наш». Где нам молиться? Есть место, в котором мы должны молиться. В Духе? Это не что-то странное. Вроде, «О, я был в Духе на том собрании». Сказано, что мы должны всегда молиться в Духе. Так что это то, что доступно нам всегда. Быть в Духе означает молиться в сфере Духа. Это место, из которого мы молимся. Это может быть молитва на иных языках или на родном языке. Суть в том, что мы в Духе, как человек сел в машину. Он доверился машине, силе и энергии этой машины, чтобы она понесла его вперед. Мы оказываемся в Духе, доверяя Духу, а не нашей плоти. Когда же мы полагаемся на свою плоть в молитве, это похоже на то, когда машину толкают. Но если мы сядем в машину, войдем в Дух, положимся на Духа Святого, скажем, «Дух Святой, помоги мне молиться. Я доверяю тебе». Поведи мои молитвы. Мы начинаем полагаться на Духа Святого и начинаем молиться в Духе. Одним из чудесных способов для этого является молитва на иных языках. Ведь когда мы молимся на иных языках, мы доверяем Духу Святому в том, что Он даст нам слова. Все верующие могут молиться на иных языках. Это доступно всем. И это хорошее средство для того, чтобы учиться молиться в Духе. Мы сознательно полагаемся на Духа Святого в молитве. У нас должно быть откровение о том, что без Духа мы слабы и не можем молиться. Как нам принести силу Духа Святого? Царство Божие с небес на землю без помощи Духа Святого нам нужен Дух Святой. Мы всегда должны молиться в Духе. Послание Иуды, 20 стих, говорит о том же. А вы – возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Это должно быть нормой. Мы должны молиться в Духе Святом, полагаясь на Него. Например, я могу сказать, я поднял 20 тонн. А вы скажете, ты не мог этого сделать. Если я сел в погрузчик, воспользовался силой погрузчика, то я смог это сделать. Я сделал это, находясь в погрузчике. Когда вы молитесь, оказывайтесь в Духе. Дверяйте Духу. И тогда вы сможете поднять в молитве различные вещи, которые не могли поднять своей силой. Противоположность этому – молитва по плоти. Это когда мы молимся своими мыслями, своей силой. Оставьте это и придите к Духу Святому. Попросите Его помочь. Попросите у Него водительства и силы в молитве. Дух Святой – это личность. Он Бог. Он ваш лучший друг. Он хочет придать силы вашей молитве. Он хочет, чтобы вы были динамичным дуэтом в молитве. Иисус называл Духа Святого помощником или параклитосом. Это тот, кто идет рядом, чтобы помочь вам. Дух Святой рядом. Он с вами, и Он вас. Он ожидает, чтобы помочь вам. Но вопрос в том, что вам нужно попросить Его о помощи. Он помощник, который не будет давить на вас. Он не будет захватывать власть или делать это вместо вас. Он готов помочь вам. Он намного лучше, лучше вас в этом деле. Но Он не будет делать этого вместо вас. Он поможет вам. Если вы хотите, чтобы Он помог, то должны попросить о Его помощи. Он тот, Он тот, кто идет рядом с вами, чтобы помочь. Это параклитос в переводе с греческого. А вы должны призвать Его, чтобы Он помог вам, пригласив Его прийти и помочь вам в молитве. Будет ли Он слушать вас? Конечно. Каждый раз. Сказано так. Молитесь во всякое время Духом. Это говорит мне о том, что Дух всегда готов помочь нам. В противном случае мы бы не могли повиноваться этому месту Писания. Он всегда доступен. Вы можете сказать, Он Бог. Он не обязан меня слушать. Хоть Он и не находится под вашей властью, будучи Богом, Он находится под властью Иисуса, Сына Божьего. Мы увидим в Писании, что Иисус послал Духа Святого, чтобы помочь нам. И Он находится под управлением Иисуса, чтобы помогать нам, когда мы в этом нуждаемся. Когда вы просите о помощи в молитве, Дух всегда помогает вам. Давайте посмотрим на эти места Писания. Прежде всего, Евангелие от Иоанна. 14 глава, 16-17 стихи. Иисус сказал, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять». Он говорит, «Он с вами пребывает и в вас будет». Он помощник. Он пришел, чтобы жить в нас. Он поможет вам в молитве. Также в 26-м стихе сказано, «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое». «Дух Святой был послан, чтобы помочь нам свидетельствовать, молиться, понимать Библию, делать то, что от нас желает Бог». Далее, 15 глава, 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истинный». Хорошо. 16 глава, 7 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». «Когда Иисус вознесся на небо, то послал нам Утешителя или помощника, чтобы он жил в нас». 16 глава, 14 стих. «Говорит о том, что делает Дух Святой. Он прославит меня, говорит Иисус, потому что от мы его возьмет и возвестит, то есть передаст вам». Он передаст это с небес на землю. Задача Духа Святого «Передать все благословения Божии с небес на землю. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Задача Духа Святого состоит в том, чтобы принести благословение. Он делает это через наши молитвы. Мы нужны Ему, потому что мы обладаем властью на земле. Мы должны молиться, чтобы эти вещи приходили на землю. Он готов помочь нам молиться. Без Его помощи наши молитвы не смогут достичь многого. Без Него мы мало что можем, но Он готов помочь нам. Когда мы просим у Него помощи, Он помогает и дает нам силу в молитвах. Он не заменяет нас, не молится вместо нас. Но когда мы молимся, то мы говорим, Дух Святой, «Помоги мне молиться». Когда я начинаю молиться, я оказываюсь в Твоей власти. Я прошу Тебя наполнить меня и вдохновить мои молитвы. Я люблю начинать с молитвы на языках, чтобы сознательно полагаться на Духа Святого. И когда Он начинает вдохновлять меня в молитве, я начинаю молиться на родном языке. Мы не должны быть пассивными. Мы должны приглашать Его, чтобы Он молился через нас. Мы молимся о совершенной воле Божией. Мы можем сделать это лишь тогда, когда осознаем, что нуждаемся в помощи. Вам нужна помощь в молитве. Вам нормально повторять одни и те же записанные молитвы, скажите? Или вы хотите пережить молитвенное приключение? Если хотите, то попросите Духа Святого помочь вам в молитве. Вы получите доступ к Его мудрости и знаниям. Он покажет вам, о чем молиться. Он покажет вам людей, которые нуждаются в молитве. Помоги мне, Дух Святой. Покажи мне, за кого молиться. Молитва на языках — это чудесный способ просить помощи Духа Святого. В деяниях говорится «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Дух давал им слова. Вот как все это работает. Именно так все работает в нашей молитвенной жизни. Мы начинаем молиться, молимся об истине и добре. В своем сердце мы просим Духа Святого наполнить нас. Мы доверяем Духу Святому, начинаем озвучивать свою молитву. Но в то же время мы верим в то, что Он даст нам слова. Мы можем молиться пророчески, Он может вдохновлять наши молитвы. Просто доверяйте тому, что Он дает вам внутри, о чем нам молиться далее. И чем больше мы будем учиться доверять Ему, тем больше Он сможет двигаться в нас. Послание к римлянам говорит, «Дух подкрепляет нас в немощах наших». Слово «немощи» говорит о том, что мы слабые. Мы не знаем, о чем должно молиться. Часто мы не знаем, как молиться за сложившиеся ситуации. Но в наших слабостях, когда мы слабы в молитве, мы можем призвать помощь Духа Святого, и Он помогает нам. Сказано, что Он ходатайствует за них, молится по воле Божией через нас. У вас есть чудесный партнер в молитве, Дух Святой. Вы можете быть вместе динамическим дуэтом, потому что вы можете попросить Его о помощи, и Он даст вам силу в молитве. Просите Духа Святого, чудесный Дух Святой, помоги мне молиться. Когда я молюсь за свою семью, за этого человека, за работу, помоги мне. Библия говорит, что у нас есть общение с Духом Святым. Мы должны общаться с Духом Святым, полагаться на Него, доверять только Ему. Дух Святой, помоги мне в молитве. И когда вы молитесь, Дух Святой приходит, и вы чудесно проводите время в молитве. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова